Айкидо точно нет, потому что в нем отсутствует вообще как таковая соревновательная практика, что несет такой оттенок на технике, как, ну скажем, она нереалистична. Тоже хейтеры айкидо, что это очевидно? Нет, я ни в коем случае не осуждаю, для меня все люди, которые тренируются, они заслуживают какого-то уважения определенного, просто все в той жености. Просто все так говорят, это мы обычно вырезаем, да, ты хейтеры айкидо. Да, хорошо. Женщине вообще противодействуют на ударном уровне, вообще не реально, то есть это просто антропологическая разница. А джиу-джитсу подразумевает очень близкий контакт и, скажем, задушить отворотом, да, пиджака или кантом от футболки, тут не надо обладать большим силам. Так вот мы когда снимали выпуск со Светой с Андреем Леонидовичем Шедловским, я там пришел к выводу, такому громкому, что девушка, мужчина задушить не может в принципе. И мне там в комментариях написали, Женя, а ты позови, какую девушку ты занимаешься там, например, обеспечивающим. Как задушить тебя? Я могу вот спокойно сказать, сто раз. Не дождь. Не дождь, а возьмись по кругу. Женя, крепкий? А можно болевую? Давай, что хочешь. Сейчас Кате покажем несколько вариантов освобождения от захватов, но в такой ситуации, которая будет смоделирована не только в зале, но и в реальной жизни. Захват за отворот, ну там, не знаю, возможно, будет какая-то другая одежда. И вот, Катя, сейчас продемонстрирую срыв. Обычное движение руками и при этом движение тела от себя, да? А можно меня? Потому что я позываю, что ты поддаешь. Ну попробуй. Давай, Катя. Не берись за пальцем, возьмись за одной рукой, за гиб, за рукав. Не только от себя, но и вниз чуть-чуть. Не работает, бразец, скажи, выжиться. Ну, бля. Не, ну сейчас-то сработает. И вот смотри, не берись за это, возьмись полностью за это, и потяни вниз. И все. Делай так еще раз. Теперь, конечно, пальцы уже не работают. Ее просто... Вниз, вниз, вниз. Не знаю, еще один. Теперь вот идти не вниз, а тело от себя. Ты же повредил ему руку уже. Евгений Вадимович победитель девочек. Ну она соскользнула, рука, смотри, какой она на путь проделала. Практически это уже не то. В палате бы проболось, и ты бы убежал. Давай. Подожди, дайте я нормально заправься. Тело от себя, от себя. Или нет? Вот видите, разница? От себя руками и телом от себя одновременно. Подолегко разжимается. Так что, значит нет женской самообороны вообще? Да есть, есть женская самооборона. Ну, просто я не стесняюсь сейчас, не хотят так агрессивно действовать. Ты не производишь впечатления такого наглеца. Хорошо, другой вопрос. Может быть все-таки без ударной техники нет у женской самообороны? Потому что когда она смотрела, второй рукой могла бы ударить, если бы могла? Нет, я думаю, нет. Я думаю, задушить намного проще и быстрее, чем бить. Различие в том, что мужчины бывают часто тяжелые, у них силовой стиль, как медведи боятся. Женщина, наверное, больше игровая манера введения была. Не всегда. Не всегда. Я думаю, зависит от противника женщина в этот момент. Вот это положение называется «да». Мне надо придерживать, да? Ну да. Так. Все. А потом, может быть, сразу какой-нибудь выходит отсюда. Наверное, муловок там. Да. Соренайка, она не спрашивает. Запрыгать все время. Просто запрыгать. Сейчас сюда спрашивает. Тут? Так. Еще раз сделай, ладно? Только не спрашивай. Прыгай. Так. Пожестче-то уверен. О! 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 Думаю, лучше в этом случае будет чем-то ударный, в чем бороться. Ну или там сказали, что Айкидо не работает. Ну хорошо сработает. Потому что на самом деле в Айкидо вся техника, когда идут захваты, если хорошая Айкидо, она всегда начинается с ударов. Это всегда сразу пойдет. Ну когда он не сработал. Ну когда так.